Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 июня и вот про эти томаты я говорила, что им пока не нужна никакая подкормка, возможно я сделаю просто бурное опрыскивание. Вот сейчас я делаю бурное опрыскивание, конечно делать или утром или вечером, не в солнечную погоду. У нас сейчас утро, солнышко понемножку выходит, но день будет пасмурный, так что я смогу обработать без проблем. Я сейчас потом, когда вот этот опрыскиватель уберу, я покажу вам пачку и расскажу про дозировки, как я готовила, потому что очень много вопросов, сколько все-таки, 2 грамма, 5 или 10. Опрыскивание очень простое, я даже не буду вам показывать, я вот намешала и вот так иду по рядам, опрыскиваю все, и листики, и цветочки, и все. Ничего от этого не сгорает, если погода не яркая, солнечная, не будет никаких проблем. Все, сейчас я сделаю обработку и потом, чуть позже, уже расскажу про дозировки. Мне нужно сейчас пока свежий раствор пройти опрыскать, потом я все это добавлю вам в одно видео, сделаю и вы все посмотрите. А, еще хочу добавить, что я же перед этим говорила, что подкормки будут разные, вот здесь достаточно только опрыскивания, а вот этих я буду подкармливать. Про этих я тоже потом покажу, но пока что вот самый легкий вариант, если растения здоровые, если они зеленые, азот им не нужен, если они уже такие огромные, видно, что корневая система не нужна, значит, янтарная кислота тоже здесь нам не нужно. У кого нужно укрепить корни, обычно янтарной кислотой сначала опрыскивают, вот мне нужно только для увеличения завязей, потому что видите, что они, ой, опять у меня, подождите, у меня камера не открывается. Все они цветут, и именно в этот момент нужно борное опрыскивание. Ну вот, теперь, когда я свое опрыскивание закончила, можно спокойно поговорить и о дозировках, и о, ну, все вопросы, которые приходили. Вот смотрите, у меня сейчас борная кислота, но многие люди используют аптечную кислоту, и про дозировку в аптечной, конечно, не указано. А здесь я вам сейчас покажу, как указывают на этой пачке дозировку. Это ответ на вопрос, который приходит очень часто, сколько все-таки, 2 грамма на 10 литров, 5 граммов или 10, я скажу сразу, это каждый решает сам. Есть люди и 10 грамм на 10 литров делают, я такую тоже делаю, ничего не сгорает, есть и 2 грамма. Если говорить о вот этих, о инструкции, а, и сразу скажу, что пришел вопрос, можно ли опрыскивать фруктовые деревья, спрашивают, можно ли опрыскивать огурцы. Борное опрыскивание применяется для всех растений, без исключения, я уже говорила про перцы, можете весь огород взять и сделать один раз, вот, борное опрыскивание, оно не повредит. Все положительные плюсы этого опрыскивания я перечислять не буду, чтобы не удлинять видео, я размещу здесь ссылку, я перед этим говорила, что и меньше завязи опадают, и точки, и росты новые, вот эти вот на верхушках появляются, и иногда лист расправляется, закрученные листья, и цвет приобретается красивый, и лучшие корни дышат. Короче, очень-очень много плюсов, но главное, не больше трех обработок за сезон, нельзя злоупотреблять, потому что бор, он тоже небезопасен, все нужно делать в меру. Так, три обработки и с соблюдением всех правил. Вот сейчас про дозировку. Конечно, можно и фруктовые деревья, и все, и вот здесь, вот я вам сейчас наведу, вы можете посмотреть, какую дозировку дает производитель садовой борной кислоты. Кого интересует дозировка, тот может остановить видео вот на этой минуте и внимательно прочитать. И мы тут увидим, что разброс очень большой. Сейчас я уберу камеру, прочитаю, мне так не видно. Тут написано, вот, например, картофель 10 грамм на 10 литров, потом, дальше, картофель, капуста, лук репчатый, свекла, томат, огурец, но ничего не буду перечислять. 15 грамм на 10 литров. Видите, даже какая большая дозировка, 15 грамм на 10 литров. Потом идут ягодные культуры, 5 грамм на 10 литров. И плодово-ягодные, самая большая дозировка, 10-20 граммов. Но тут тоже разброс, смотрите, 10-20 граммов. Значит, вы можете и 10 положить, граммов добавить, а можете и 20 граммов добавить на 10 литров воды. И вот эти дозировки, которые написаны, вот где 10 граммов, 15 граммов, это тоже не закон, и это тоже все цифры произвольные. Люди делают значительно меньшие дозировки, 2 грамма, 5 граммов. Главное, чтобы, как бы выразиться-то, чтобы найти удачный именно момент, чтобы оно помогло, чтобы оно не ушло впустую. Вот я сейчас в фазе цветения опрыскала, вот цветение, начинается плодообразование. Потом, когда томаты все покроются у меня плодами, завязями, но бывает, когда много-много-много маленьких яблочек зеленых висит, я опрыскаю еще раз, ну попытаюсь, выберу время. И вот это самые благоприятные моменты. А потом, когда уже они будут, как сказать, сформировавшиеся плоды и наливаться, там обычно опрыскивают для повышения сахаристости. Можете делать, можете не делать. Иногда бывает такое лето жаркое, солнечное, что томаты сами сахаристые, без различных этих подкормок бурных, особенно если вот эти крупноплодные сорта, которые генетически предрасположены к повышенному содержанию сахара, ну к образованию, их можно не опрыскивать. Это опять же хозяйское дело. Вот как вы поняли на пачке, что дозировки применяются разные. Многие предпочитают делать 2 грамма на 10 литров и больше не превышать эту дозировку, боясь, что вот бор он как вредный, что он может человеку повредить. Но поверьте, если вы сделаете одну или две обработки на сезон, вот я сегодня делала 5 граммов на 10 литров. Но так как я наводила всего 5 литров, я брала 2,5 грамма на 5 литров. Просто половину, одну четверть вот этой вот пачки, получилось у меня половину чайной ложки. Вот это самый оптимальный вариант. Он и небольшая дозировка, она и не маленькая. Берете половину чайной ложечки, растворяете в горячей воде 50-60 градусов, доливаете до 5 литров и, пожалуйста, опрыскивание. Можно добавлять прилипатель, можно не добавлять. Я ничего не добавляю, просто опрыскиваю. Все, это еще раз о борном опрыскивании, потому что об этом уже сказано 100 раз. Все ссылки, которые я вот только что, на прошлой неделе, несколько дней назад, что я говорила о борном опрыскивании. Кто хочет поподробнее узнать, например, досконально все изучить это, можете посмотреть еще те предыдущие видео. Самая простая обработка. Развел в горячей воде, долил до нужного объема в опрыскиватель и вперед. Рано утром или поздно вечером. Все, вот у нас уже поднимается, солнышко начинается. Но я надеюсь, мое опрыскивание успеет сработать. А еще, если погода дождливая, лучше не делайте. Смоет и никакого эффекта не будет. Нужно, чтобы хотя бы 2 часа, и чтобы она высохла естественным способом. Вот этот раствор борной кислоты на листьях, а не смылся. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот моя первая подкормка в открытом грунте для этих толстяков. Это только для тех, кто здоровые, без признаков ослабленности, безъявных. Которым не нужна больше никакая помощь. И которые уже активно цветут, завязывают плоды. Вот для них подойдет для первой подкормки борное опрыскивание. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok